Если вы идете в лес, берете компас и умеете им пользоваться, нож, спички. Необходимый для выживания набор есть у каждого спасателя и редко у кого и спасенных ими в лесу. Не было его и у двух пенсионерок из Белозерска, которые отправились в пятницу за Черникой на Силькинское болото и заблудились. Первую бабушку нашли спустя три дня, вторую только сегодня. В лесу она провела пять суток. Вторую обнаружили уже в километре от этого места. Находилась у воды, надежда оборвана была вся. Выносили на носилках, доставили скорую помощь. Согласно статистике, больше всего людей заблудилось в лесах Вологодчины в 2003 году. Тогда потерялось более 120 человек. С начала этого года в лесах заблудились два десятка человек. Всего же за последние 15 лет в лесу пропали без вести 60 человек. И печальные списки пополняются после каждых выходных. В основном это пожилые люди, которые уходят в лес за грибами и ягодами. Причем, как удивляются следователи, об их пропаже родственники часто сообщают лишь спустя 2-3 дня. В случае исчезновения человека, тем более в лесу, не существует никаких сроков. То есть, как у нас любят говорить в фильмах, 3 дня, пусть он там погуляет, там 2 дня и так далее. Пропал человек, обращайтесь сразу. Сразу в любом отделе полиции примут у вас заявление. Сразу, чем быстрее мы начнем поисковое мероприятие, тем лучше. Есть шанс найти человека живым. Была уверенность, что мы знаем этот лес, а на самом деле никто его и не знал. Прошлый год выдался грибным, а потому балакжанка Полина Скворцова с друзьями ездили в лес под грязовцем чуть ли не каждый день. В очередной раз решили набрать грибов. Думали, буквально 20 минут займет. А потому с собой не взяли ни воды, ни спичек. Что заблудились, поняли лишь к вечеру. Уже в глухой ночи им удалось найти заброшенную деревню, из которой их и забрали спасатели. Так как люди раньше писали письма, были открытки, поздравления, мы нашли точный адрес этой деревни. То есть зашли мы в Грязовецком районе, а вышли уже в Ярославской области получилось. И вот по этим открыткам и письмам мы узнали точный адрес, позвонили в МЧС, сообщили, что находимся мы здесь. Там нам сказали, что сидите здесь, никуда не выходите. Не двигаться с места и сразу же звонить спасателям. Первое правило для тех, кто заплутал в лесном лабиринте. У дежурных на руках всегда есть самая подробная карта Вологодских лесов и любое описание местности для специалистов – ориентир. Вот, то есть в каждом лесу есть делянки, они разбиты по квадратам. И он говорит, идите вот в эту сторону, в таком-то направлении. Он подходит, уже знает, где какой столб стоит. На сегодняшний день в Кирилловском районе продолжают искать 79-летнюю пенсионерку. 14 июля женщина ушла за ягодами. А те любители грибов, которых успешно вывели из леса, горьким опытом уже научены. Будем рассказывать детям, что даже если идешь в парк, с собой нужно обязательно взять, во-первых, теплую одежду, воды, еды и спички. Александра Артамонова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.